Парадоксы регулярно выпускают новые игры и DLC, но как их сейчас купить? А для этого есть сервис Купикот. Чтобы пополнить свой аккаунт Steam, вводите логин и указываете сумму. А мой промокод MBRNEW снижает комиссию на пополнение на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Купикот это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Пополнять иностранные аккаунты также можно в тенге или в долларах, выбрав соответствующую кнопку переключения валюты, а удобный калькулятор все посчитает за вас по актуальному курсу. Сейчас Купикот проводит Купилиарт, масштабный конкурс с очень ценными призами. Чем круче у вас билеты, тем дороже призы, а чем больше у вас билетов, тем больше шансов на победу. Чтобы купить игру гифтом, достаточно просто оплатить ее на сайт и принять в стиме подарком ее от бота. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине стим, то есть больше не придется париться с созданием новых аккаунтов. Не упустите шанс пополнить свой стим аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Всем привет, я Эмбра, наша компания сейчас продолжается за Приднестровье, Герцогство. Я очень надеюсь, что сейчас, когда мы перекатимся в коммунистов, мы все же изменим свое название. Но пока что нам нужно добить вот эти вот страны, которые не вошли в НАТО, и они отдельно считаются, как отдельно вот войны. Греция, Португалия, Испания и Швеция. Ну, с этим понятно, а Швеция че? Тут пробиваться, ну, это обман. Тут сейчас опять красная колбочка будет. Там нужно узел один строить, вот здесь. Ну, тут один стоит, еще не хватает, типа, ну, короче, ладно. А я думаю, здесь пробиться будет проще, авиация работает. Ну, опять поникидались самолетов, она присылает, из-за этого, вон, превышение какое большое. Куда я не отправлю свои самолеты, так сразу сюда куча еще другая прилетает, союзников наши, которые дебафы дают на эту авиацию в итоге. А здесь никуда и не поставишь ее, да. Ладно, оно, типа, работает, плюс от союзников же тоже, поэтому нормально. И сейчас здесь будем пробиваться. Также, мне сказали в комментариях, что давайте не будем перекатываться в демократов. Мы будем нападать на страны, на которые напасть не можем, через консоль. Потому что, ну, че, это вдруг за запрет такой странный. Ничего страшного, если мы все-таки консоль воспользуемся, как я это сделал здесь. Напал на весь Европейский Союз. Так, ну, давай. Я надеюсь, выездки делать не придется. Мы что-то пробьемся, рано или поздно. А если сейчас я тут подключу вот этих вот, прожму командующего. Здесь же нету. Можно? Можно назначить. Вот этого давай. И... А, теперь командного ресурса нету. Потратил же его на назначение. Но сейчас генералам должно быть проще. Просто сразу не обратил внимания, что его тут нету. Сейчас пробьемся. Так, с Греции здесь... Ну, тоже потихонечку. Сейчас тут нужно фронт растянуть, потому что, че-то вот как-то неправильно стоим. А вот этот фронт растянуть вот сюда. И сейчас будем добивать. Так, а тут тоже постепенно проходим. Все. Здесь я закончил. Из этих стран сделал марионетки. И сейчас пришла новость. Вот. На нас кто-то собирается напасть. И это Канада. Вот это. Или это. Не, вот это все-таки. Сокрушитель Мексики. Ага. Наши. Ну, из-за того, что Мексика наша марионетка. Из-за этого пишется такое сообщение. Но напасть она не сможет, так как она тоже наша марионетка. Короче, такой себе. Хотя, может, на марионетки... Марионетки могут нападать. Но нет, у них тут сильно низкий статус. Она вообще войн объявлять не может. Все. Сейчас, кстати, я еще очень много политики тратил на то, чтобы понижать автономию. У нас же фокус постоянно. Новосмирение марионеток взят. Узбекистан тоже понижаем. И тут, смотри, Таджикистан, Узбекистан, Сирия. Вот уже Сирию можно присоединить. Там пока кулдаун. Я Польшу сейчас присоединил. Следующая пускай будет Сирия. Либо США понижаем. Иран тоже можно присоединить. Казахстан, Мара, не присоединили. К Кыргызстан я захватил. Осталось вот Таджикистан, Узбекистан присоединить, чтобы у нас Средняя Азия была каноничная под нашим контролем. Дальше. Значит. По доходу. Сейчас у нас 334 миллиарда. Я налоги, кстати, на население повысил на 5%. А стабильность-то у нас соточка. И как бы повысил, и все равно она не упала. Можно понизить налоги на корпоративный сектор. Чтобы у нас было побольше фабрик. И мы могли больше марионеток за один раз застраивать. Тем самым просто ускоряя процесс присоединения. Но сейчас, кстати, Кыргызстан я все-таки захватил без марионетки. Что-то я тупанул сразу. Ну ладно, думаю, не критично то, что здесь сопротивление будет. Так. Давайте понизим на процента 5. Ага. Блин, политка. Ладно, сейчас, чтобы было красиво, 30% поставлю. Доходы чуть упали, но они все равно хорошие. Я, может, даже в аренду фабрики возьму. Но сейчас у нас фабрик-то стало больше. Все, и теперь нам нужно застраивать еще что-то. А что тут нам нужно еще присоединять? Словакию, Чехию. Вот это, да, славянские страны. Обязательно давайте протыкиваем. Также здесь электроэнергию тоже ставим. А ядерные... Так, реакторы тут уже везде построил. Авиабазы, во. Насчет, кстати, Италии. Сейчас здесь у власти коммунисты. Прямо компартия. Но взять в альянс я их не могу, потому что поддержка коммунистов у них 18%, а нужно 20%. То есть правительство поддерживают не так, как надо. Поэтому мы будем нападать сейчас. Тем более я не хотел реальную вален звать. Мне нужно нам именно повоевать. Мне под контролем вот такие вот территории. То есть получим себе Африку. И северную, и восточную. Эфилопию он еще. И как бы саму Италию, которая жирная. У нее дофига дивизий. Прям очень много дивизий. Ну, конечно, несравнимо с Китаем, но много. Примерно как у нас. У нас сейчас 450. И промышленность. Ну, такая тоже хорошая. Но с нашей сравнивать не будем. Короче, сейчас я буду на нее уже нападать через консоль. Напал я на Италию. Здесь некоторая проблема возникла. Из-за этого противник прошел. Поэтому пришлось сюда побольше войск подвезти. А тут пробиваться не получается совсем. Но взяли британцы, сделали высадку. Прямо в сердце этой самой Италии. И походу, я не знаю, может сюда тоже войска отправить? Прямо в эту высадку. Мне тут что? Так вот, не то. Может быть, реально кого-то отправить? Вот вас, например. Успейте сюда добраться? Давайте. Я думаю, британцев отсюда уже не выкурят. И здесь итальянцы отсюда дивизии с фронта позабирали. Сейчас отправили на эту высадку. Поэтому, может быть, сейчас я нажму на автоплан. Посмотрим, сейчас получится. Ну-ка, давайте. Поехали. Ну, колбочки, конечно, красные. Здесь в горах тяжеловато, конечно, сражаться. Но я еще больше авиации подвел. Прямо вот сюда вот. Ну, кстати, сюда должно поставить. Но с этим справляются и наши союзники. Вон, 8000 истребителей, 1000 штурмовиков. Поэтому нам всего этого должно хватить. Сейчас, кстати, хорошо проходим. Ну, лучше, по крайней мере, чем было. Я вообще показывать не хотел. Все колбочки были красные. Столько тут, блин, значков этих дивизий, что проще, наверное, даже как-то вот так вот показывать. Насколько мы тут успешно проходим. Ну, на Балканах, значит, Албанию, конечно, стоит еще поатаковать. Но здесь, через Альпы, может, даже котел сделаем. Через Альпы тоже хорошо проходим. Именно на востоке. А на западе что-то как-то движения особо не наблюдается. Так, вот эти войска, которые мы сюда отправили, они уже успели подойти. Давайте им стрелочку поставим. Генерала создать можно еще одного? Нет. 102 уже нужны командного ресурса. Офигеть. Запрещают генералов использовать. Здесь давайте атаковать тоже именно. О, без поддержки союзников колбочки были красные. Кстати, сделали выставку вот сюда. Вот мексиканцы одной дивизии. Включися. Сардинию тоже. А, дайте ваши планы, посмотрю. Ух, 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 ух. Ух. Неплохо. Ну, здесь колбочки зеленые, поэтому проходим тоже постепенно. И здесь тоже. По потерям, интересно, у нас 300 тысяч. У противника тоже. А мы конкретно посеяли 37 тысяч. Потом британцы, тут американцы. И Бразилия 105 тысяч потеряла. Ничего себе больше всех старается. Я так понимаю, у меня здесь форскора не хватит, чтобы замаринетить всю Италию целиком себе. Только не говорите то, что нам придется еще Африку захватывать, потому что вот это стало национальной же территорией. Да, я вроде это комментировал даже, этот факт. То Северная Африка вдруг стала занационализированной Италией, но Египет нет. То есть Ливия и Тунис, территорию национального гора сбомбили, кстати. Так, ну это высадки. Либо нам нужно продвигаться через Израиль. М-бам. Так, Израиль. Ну, вообще, плекаться 125 дней. Давайте я кину претензию, высадку я не хочу делать. Я хочу пешочком пройти. Пока понаблюдаем за союзниками, они тут скорее всего будут эти высадки делать. Мы просто туда так же придем, как здесь это было. А если не получится, то пройдем через Израиль, потому что его тоже нам здесь нужно захватывать, чтобы состыковаться с территориями Северной Африки. Нашими будущими. А здесь можно пройти пешком. Вот. Почему нету значка вот этого пунктирного, что здесь можно проходить? Разрабочки. Поправьте, пожалуйста. Если вы еще этого не сделали в новой версии. Просто я Баню как-то не трогал, а оказалось, что можно было ее захватить и атаковать еще с этой стороны. Причем здесь мы пробились бы хорошо. И это был бы новый фронт. Тут до Рима ближе, чем с севера через горы топать. Поэтому имейте в виду, ребят, что здесь можно проходить. Так. Ну давайте-то еще здесь закрываем. Тут атаковать. Давайте тоже будем. Что там по выставкам? Кто-то что-то делает. Давайте, может быть, я свои корабли отправлю. Ведь мешает. Недостаток кораблей у меня вон еще тут, кстати, сколько. Я ж поназабирал. Хотя, ну, союзников дофига их. Вряд ли тут недостаток кораблей играет роль свою. Может, просто выставки не готовы? Давайте поставлю на охоту на конвои. Сюда и сюда. В любом случае будет полезно. Присоединяем сейчас давайте Сирию, пожалуй, как раз здесь стоим. 300 полит. Ай, ладно. Все. Это сделали. А дальше войска нам эти не нужны сейчас. По поводу Южной Осетии. Здесь 99%. Так, давайте манипулировать политикой, чтобы больше реакционеров было. Шанс переворота сейчас 46%, а гражданки 47%. Сейчас давайте не будем это делать, потому что война идет, и мы добровольцев не сможем послать. Хотя, может, как-то получится вступить в войну с такой напряженностью, но сейчас, после войны с Италией, я это сделаю. С Беларуси сказали, тоже можно через влияние, но там нужно выбивать именно гражданку. Потому что, если успешный переворот будет, то просто партия изменится. Она все равно. Это Беларусь останется марионеткой Китая. А тут, наоборот, нам гражданка не нужна. Но лучше используем Беларусь как повод повоевать именно с самим Китаем и Индией. Сначала нужно будет захватить Пакистан, а тут у него, ну, дивизий больше сотки тоже. Но ничего сложного не будет. А вот китайцы, чё, как у вас. Дивизий все больше и больше. Кораблей и авиации тоже. Один миллион у них больше миллиона. Еще сотни тысяч. Обслуживают самолеты. Включая, конечно, пилотов тоже. Не, я, пожалуй, сейчас лучше выставку сделаю. А то ждать 100 с лишним дней, а здесь сколько нужно будет ждать? 26 дней. Как быстро? 12 дивизий. Ну ладно, вообще прекрасно. Потому что тут долго, реально. Претензии будут делаться. В любом случае, через Израиль тут мы пройдем. Потом, кстати, еще Ливан нужно захватить. Вот. А то... А, а, а. Тунис. Так, ну, сюда уже выставку сделали. Все. Давайте отправим вот эту армию. А эту... Пускай я оставлю. Это сейчас, походу, тут она уже... Нам эта выставка не нужна. А, о, о. Класс. Сюда это... Уже сделали прям сюда эту выставку. Успешно. Нужно немножко подождать. Видимо, да, там оно было не готово у них. Давайте отправляем. Группу армий вот эту вот сюда. И-то тут, походу, мы уже не нужны будем. США вон что творит. Ну, ладно. Вот мы пришли немножечко. И ничего сделать не успеем. Потому что наши союзники уже все сделали. И тут тоже. Ну, сейчас войска я сюда подведу. Тут уже наша помощь понадобится. Давайте. Идти сюда будем. Ну, САП это даже выгоднее. Потому что Египет захватывать не надо. Уже не национальная территория. Поэтому нам только Ливия нужна сейчас, по сути, остается. Да. 91%. Триполи берем. Миссураточку вот эту вот. И все. Да? Давай. Триполи есть. Миссурато. Все. Все? Ну, да. А, да. Все. Так. Значит. Италия. Ну, давай сейчас я тебя замаринечу. Самое главное. Остальное можно и союзникам оставить. О. Тут эти позабирали. Ладно. Швейцарии, пожалуй, территорию отдадим. Франции тоже. Это все-таки их территория национальная. А Италию я вот заберу в таких вот границах. Также Албанию сейчас замаринечу отправляю. И Египет. Отдайте, пожалуйста, Египет. Ну, британцы, ну, куда вылезете, а? Давай. Отдай. Все, отдал. А по поводу Ливии тут у меня мало, ну, что хватает, конечно. А что мы с Уфеопией будем продолжать воевать, да? Она из войны не вывелась. Ага. Так. Ну, можно пробраться через Хартумские халифаты. Все-таки надо радикалов здесь избавляться, потому что они там устраивают происшествия некоторые, которые дают нам дебафы. Ливию просто решили с Каддафью нашей освободить. Это исламское государство Туарегов. Я не знаю, нахрена бы мы его освободили вообще. Но, допустим, то не с той же свободной страны. С нашей марионетки не могут ничего сделать марионеткой, ничего не могут нормально себе забрать, поэтому берут и освобождают страны. Зашибись. Ливию мы можем позвать союзники. Да нет. Нам нужны именно марионеты. Независимые страны у нас в союзниках, ну, Армения, ладно, в виде исключения, у нас не будут. Сейчас с Израилем разбираемся. Переворот. Вот, потом быстренько я захвачу Хартамский халифат, доберемся до Эфиопии и разбираться будем с Азербайджаном, Армении тоже включительно, и Пакистан. А потом нападаем на уже Китай в этот. Это в плане захватов. Далее. У нас в 41-м году в июле будут выборы. Нам нужно набить до этих выборов хорошую поддержку Компартии. Сейчас составляет она пока 0%. Я думаю, что усмирение марионеток лучше отключить, потому что они забирают двушку политвласти в день. А у нас почти 8 сейчас прироста. Давайте убираем. Вот. Почти 10. Но почти это фигня. У нас доход хороший. 182 миллиарда еженедельно. Так, это понизим. Ну, теперь. 157. Ого, как оно забирает. Сразу по 1% столько миллиардов в неделю. Безработица, кстати, у нас сейчас высокая, но ее можно куда-то распределить. Никуда. Ну, высокая, конечно, до порога не доходит, но относительно того, что было у нас. У нас же 0 вообще было. Вообще, низкая безработица, это тоже очень фигово. Но тут в игре это никак не задействовано. Мы можем сейчас просто взять, поставить государству всеобщего благоденствия. Это повысит нам прирост политвласти. Давайте так и сделаем. Там стабильность, конечно, еще будет давать, но это нам уже не надо. И порог безработица даже это повысит до 11%. Сейчас доход у нас составляет 56 миллиардов. Это 3 триллиона долга можно выплатить полностью. Давайте это сделаем. У нас сейчас 17 триллионов в казне лежит. У нас здравоохранение уже долгое время стоит максимальное. Образование тоже максимальное. Полицейское государство не хочется ставить, конечно. Я бы даже на самом деле понизил бы. Оно забирает прирост политвласти, еще и деньги наши прекрасные. Расходы военные можно тоже сейчас понизить. Потому что у нас всего хватает. 131 сейчас доход. Администрацию поставить максимально, чтобы еще больше прирост политки был. А скорость строительства, конечно, меньше. Но мы сейчас строим не для того, чтобы построить, а для того, чтобы уменьшать очки автономии. Скоро, кстати, Швецию можем присоединить. Швейцарию тоже. Греция. Ну, сколько тут политки? Ну, давайте, ладно, я протыкаю. Потому что накопим еще. У нас сейчас прирост 11,5. Думаю, до середины 41-го года сможем накопить политку для выборов. И накопить политку, чтобы тут понижать автономию и присоединять марионеток. Оу, Южная Осетия собирается нам помогать. А, все, передумала. Ладно. Экономят дивизии на этот раз, да? Ладно, ладно, так, 98%. Давайте еще раз манипуляция политикой. 88. А по перевороту мне политки уже не хватает. Ладно. Как хорошо, что там, в Сирии, я строил авиабазы, чтобы захватить Ирак. Теперь у нас есть о ней для того, чтобы разобраться с Израилем. У него просто дивизии, как бы, ну, такие хорошие. У него их, так, вполне нормально, полсотни. Авиация, ну, тут фигня. Просто вот помню, когда я играл за Сирию, тоже с Израилем было тяжеловато. Тут территории такие маленькие, и он держит концентрированно войска на них. В одной провинции большое количество дивизий держится. Но у нас ситуация такая же, так что все нормально будет. Все, нападаем сейчас. Вот сюда отзовем союзников. И давайте. Вот. Нет, сейчас интересно, как оно будет. Сразу все круто или упремся? Не, ну, здесь точно круто, потому что одна дивизия стоит, тут две. Я только сказал, что все очень плотно, а тут такая у него ситуация. Ладно, нормально все. Котел. Сюда атакуем. Иерусалим. Вообще, очень все мягко проходится. Это есть. Так, нам бы на халифат тоже претензию делать. 55 дней. О, ну да, с тобой тут все очень быстро. Хотя подтверждать легитимность наших притязаний на вот это тоже стоит. Хотя 55 дней. Словению заметил здесь, он появился. Так что от нее я потом за кадром избавлюсь. Там показывать нечего. А вот тут есть хоть немножко, чтобы показывать. Давай-ка в хайфу заходим. Ну, шанс успеха здесь сейчас уже 56%. Давайте. Им маринетим. Ну, прекрасно. Теперь в следующей очереди будет Азербайджан у нас. Помните, что я хочу сделать? Все это отдать Южной Осетии. Армению. Но мы потом запихнем тоже Южной Осетии. Некоторым способом. И потом я присоединю Южную Осетию. И все. Без войны мы с ней тут. Превышаем этот вопрос. Нам же ведь нужно все-таки в границы Советского Союза выйти. Мы кое-где очень далеко прошли, но где-то даже не вышли. Так, насчет вот этих вот территорий нам нужно сейчас присонять. Ирак, Швеция. Но пока давайте по приоритету Узбекистан, потом Таджикистан. И далее будем присонять остальных. Но у нас остается только по сути вот это потому что. Ну и Беларусь, да. Все. Здесь закончил. Часть Судана, конечно, отошла Южному Судану. Он его решил замарионетить. Это наша Эфиопия. О, какой. Вот это Эфиопия. Марионетка Саудовской Аравии. Вот это. А, нет, вот это. Вот это. Саудовская Аравия. Тут же у нас две. Одна Аль-Каиды. Вот. И ее до сих пор не добили. А вот это Эфиопия. Это марионетка Кувейта. Они как-то в войне... А, они что-то воевали против Эфиопии. Да, и Бахрейн тоже воевал. Насколько я помню, но сейчас он не воюет. Короче, вот так вот получилось. Христианский, между прочим, от этого территории. Ну, преимущественно, по крайней мере, вот так, с северной их части. Ладно, а из Сомали. Она воевала тоже с Эфиопией, оказывается, и забрала вот эти вот территории. Варскор просто накопив. О, строитель. Молодец. Так, сейчас, значит, будем заниматься Азербайджаном. Претензии фабрикуются. По политике сейчас накопил я 1400. Да, не стоило пока тут присоединить. Но, ладно, может быть, мне сейчас хватит. Ну-ка, давай. Тут 37, тем более, процентов. Уже не 40. И давай, поехали. 23 на 27. Второе место. Это как бы тоже все победа. Только будет тяжелая. Давайте сейчас еще политку копим. Пока время есть, еще немножко прожать, и нормально будет. Все, начинаются выборы. Еще раз прожимаем. 24 процента. Угу. Что можем сделать? Можно сейчас, наверное, будет просто сдаться. Так, тут решение не появилось. Там должна будет появиться кнопка сдаться. Коммунистам, например. Сейчас надо подождать. Две недели вот эти вот. 25 на 29. По поводу решений. Ну-ка, смотрим сейчас. Пригласить. А, так. Мы сейчас воюем за левых радикалов. Здесь, в выборах. Пригласить, то тогда победят они. Можно сдаться просто, и все. Да. Давайте сдадимся. Угу. Сдаемся. Компартии. И теперь все. А, Нина Цехтанский приходит к власти. Все, Игоря Смирнова больше с нами нет. Коммунисты они относятся к... Да. Тут отдельно. Коммунисты. Бонус к увеличению популярности идеологии и эффективности миссии. А, это через распространение идеологии через агентов. Стоит свой хороший бонус. А то там тяжело через агентов пропаганду свою проводить за пределами своей страны. А с этим бонусом, может быть, нормально будет. Могут реализовать свои собственные пятилетние планы, используя решения. Угу. Можно национализировать активы крупных иностранных влиятельных лиц с помощью решений и несоместимая экономика стоимости иностранных инвестиций. Но, слушай, в принципе, бонусы хорошие. То есть, посмотрим по решениям, что у нас тут добавилось. Сфокусироваться на гражданском, военном секторе, производстве вооружений, своении ресурсов. Но это будут давать бонус на что-то одно, на что-то другое забирать. Нам сейчас, в принципе, это все уже не надо. А по поводу пятилетних планов. Начать пятилетний план. А, то есть, нужно выбрать что-то одно здесь, потом начинать с пятилетний план. Мы, кстати, это проводили уже раньше, когда играли за другие страны, но сейчас нам это не надо. Прожимать я это не буду. Все, претензия готовы, была я уже прожимаю автопланы. Дальше у нас на очереди Пакистан. Но я сейчас, пожалуй, за кадром хочу разобраться со Словенией еще, с Арменией. Еж тоже нужно в Южную Осетию впихнуть. С Ливаном, чтобы красиво все было. Это трогать не будем, нафиг оно нам надо. Во. И в следующей серии тогда разбираемся с Пакистаном и с Китаем. Серия уже будет последняя, тем... Опа, нифига себе, он уже выстыки понаделал, нифига. Сюда, сюда и сюда, сразу. Серия будет последняя, но я в конце нее обновлюсь до новой версии разработчиков. И мы посмотрим на тот контент, который будет скоро добавлен в этот мод. А пока что давайте сделаем перерыв. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. Также играйте в мультикатерной квартире, просто общайтесь на наших серверах, где скоро все-таки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи.